Музыка Знаете, самое главное, это когда твоя профессия, твоя работа, чем ты занимаешься, она относила не только доход, но и чтобы это была необходимость твоя, что это классно, это приятно, тебе это нравится, это творчество какое-то, ты можешь использовать себя во многом, и ты можешь развиваться. Осторожно едут велосипеды. Я считаю, самой главной партией, самой первой большой партией, это была Жизель, в балете Жизель. Тогда мне было только действительно 17 лет, и еще даже сезон полностью я первый не проработала в Мариинском театре. Это было, конечно же, огромным испытанием для меня, но такая, наверное, детская наивность и желание доказать, что я могу, очень двигало, и этот спектакль получился прекрасным. Для меня это огромное счастье выступать в Большом театре, я очень люблю этот театр, я очень люблю эту сцену, одна из самых сложных, одна из самых тяжелых сцен, наверное, в мире. Гораздо легче танцевать в других театрах после того, когда ты выступишь на сцене Большого. Покупался уже. Я не суеверный человек, потому что я верующий человек. Для меня это даже не ритуал, а как потребность. Я осеняю себя крестным знамением и читаю молитву. Конечно, когда я танцую премьеру, это гораздо больше волнения. И в сравнении с тем, если я танцую уже много раз тот или иной спектакль, ту или иную роль, гораздо легче. Уже понимаешь, как вести себя на сцене, понимаешь, где можно отдохнуть, где нужно, наоборот, собрать все свои силы. Когда танцуешь премьеру, это дополнительное волнение, которое я не люблю, оно ненужное такое волнение, потому что ты никогда не знаешь, чего ждать, когда ты устанешь, когда уже твоя рука не может подняться. Поэтому, конечно, волнуюсь я всегда перед выходом на сцену. Прежде всего, для меня очень важно это развитие, развиваться, находить новых хореографов, новые партнеры, новые спектакли. То есть, наверное, в моей жизни покой как-то не... это не мое. Нужно очень внимательно слушать своих учителей, которые обязательно дают хорошую основу. И школа — это вообще база, база, которой ты пользуешься потом всю свою творческую жизнь. И все, что можно получить от школы, от своих учителей, вот все нужно прямо впитывать, впитывать, потому что потом время уходит, и то, что чему ты не научился в школе, ты уже потом трудно это догнать. Сегодня я очень много думаю о каких-то новых спектаклях, о новых ролях, о новых постановках. Очень много работаю над современной хореографией. Поэтому это что касается профессии, а что касается просто жизни, конечно же, очень хочется, чтобы семья была всегда рядом со мной, чтобы моя дочь росла счастливой, чтобы мои родные и близкие были тоже счастливы. И я все для этого делаю. В общем-то, мечты сбываются. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!